Всем привет! Меня зовут Настя, а вы смотрите канал Art Channel. Добро пожаловать на рубрику, которая посвящена арт-планам на предстоящую неделю. Я решила облегчить вам процесс поиска интересных арт-мероприятий и буду каждую неделю делиться своей подборкой спальными. Сразу скажу, что эта неделя перенасыщена интересными вернисажами. В понедельник, 27 января, состоится открытие выставки «Невремя для любви» в Еврейском музее в Центре Толерантность. Ее экспозиция посвящена истории любви людей, переживших Холокост. Эта выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокост. Эта выставка расскажет 11 историях о свадьбах, запретных свиданиях в кето, тайных подарках, о заботе и семье. Их герои — это идеи, которым удалось пережить преследование Второй мировой войны и концлагеря. Вход свободный, но вам придется зарегистрироваться по ссылке, которую я по традиции указываю под этим видео. Во вторник, 28 января, состоится ожидаемое всеми событие. Это открытие выставки, посвященной творчеству Сальвадора Дали. Выставка называется «Сальвадор Дали. Магическое искусство». По словам организаторов, такой масштабной и грандиозной выставки еще не было в России. Зрители смогут пронаблюдать становление художника от его первых ингрессионистических работ до его поздних абстрактных полотен. В четверг 30 января в Новой Третьяковке в рамках персональной выставки Сергея Сапожникова состоится первая иручная дискуссия художника с куратором выставки. Они обсудят роль фотографии не только в российском, но и в широком контексте, а также роль фотографии в истории искусства. Представленные работы экспонированы на выставке в хронологическом порядке, и эта экспозиция образует единую целостную инсталляцию. По словам организаторов, такой метод экспонирования используется впервые. Эта дискуссия пройдет с 7 вечера до 9, и после ее вы сможете отправиться в Куштинский музей, где с 10 вечера стартует «Ночь идей». Концепция «Ночи идей» зародилась в Париже, и заключается она в том, что известные исследователи и ученые собираются в каком-то одном месте и обсуждают какую-то определенную выбранную проблему. В этом году в зале Микеланджело пройдет беседа на тему «Быть живым». Вы можете поучаствовать на нем, купив билет на эту беседу, и стать свидетелем об уровне дискуссии, и увидеть показ видеоработы французского художника Лорана Грасса, лауреата Ордена искусства, литературы Министерства культуры Франции и престижной премии Мерселя Дюшара. В пятницу, 31 января, в «Гараже» открывается сразу три выставки, первая из которых называется «Мы храним наши белые сни». Выставка посвящена людям, жизнь которых была связана с мистическими практиками, тайными знаниями, с чувственным восприятием мира. Проект стал результатом штабного исследования команды «Музея гараж» с художественным критиком Александром Улько из Самарканда и московской художницей Александровой Сухаревой. Следующая выставка, которая открывается в этот день, это проект ателье под названием «Прохожие». Ателье «Эдинбург-Брюссель» основано было в 2007 году и вообще функционирует как бренд одежды. Проект «Прохожие» — это результат двухлетнего исследования, в центре которого находились те, кто стоял за богатой историей всемирных выставок, ярмарок XX века, а также универсальных универмагов, этнографических музеев и моды стран соцлагеря. Выставка «Прохожие» была уже показана в Париже и Лондоне, и ее уникальность стоит в том, что кураторы задействуют локальный характер. И для выставки, которая будет показана в гараже, были проведены исследования на тему функционирования моды во время Советского Союза. Липскомп и Маккензи проанализировали вклад выходцев из России в западный дизайн. Таким образом, выставка «Прохожие», которая состоится в гараже, стала самым масштабным проектом в творчестве художественного дуэта. Следующая выставка заключается в презентации одной инсталляции Моники Сосновской. Упражнение на конструкцию с гибанием, которое переосмысливает идеи архитектуры XX века. Эта инсталляция является результатом исследовательской повестки польской художницы в России, в рамках которой ее особенно поразила архитектура 20-30-х годов XX века. И напоследок я поделюсь с вами эмоциями, которые я испытала на прошлой неделе во вторник на вечере вернисажа на Минзаводе. Традиционный вечер открытий различных выставок в галерее Минзавода. И больше всего меня поразили четыре выставки. Первая выставка находится в галерее XL и посвящена она персональной выставке российского художника Романа Сайкина «Кураспати. Общий принцип». Кураспати – это авторская методика исцеления художника, которая основывается на взаимодействии человеческого тела с пространством. И когда вы уходите в это помещение, вы встречает его скульптура. А вдоль стен галереи расположены странички из этой книги с различными комментариями. И вы, переходя от одной странички к другой, таким образом читаете всю книгу и познаете эту методику исцеления. Кураспати образована из двух латинских слов. Кура – это исцеление, и спати – пространство. По словам Романа, кураспатическое исцеление – это психологическое состояние, но оно непосредственно влияет на ваше физическое состояние. И поэтому позволяет исцеляться от каких-то недугов и болей. Вторая выставка, которая меня поразила, находится в Fine Art Gallery. И это дебют молодого российского художника Вячеслава Ерещука. И называется она «Жатва». Состоит она из двух частей – «Жатва» и «Битва героев с амазонками». В части «Жатва» вы увидите яркие, как будто светящиеся монофомные полотна. Его полотна из первой части выставки можно сравнить с творчеством немецкого художника Анселина Макифора. А его полотна, затрагивающие проблемы телесности, кураторы выставки сравнивают с творчеством Рубенса. Переходя из одной галереи в другую, я от личных посетителей слышала, что в Тотипадзе Геллере выставлена какая-то ожидаемая серия работ от Кати Флоренской. Кати Флоренская – это художница российская, у которой состоялось очень много профессиональных выставок. Для создания этой серии художница вдохновилась картами Таро. На каждой картине изображен классический сюжет старших арханов карт Таро. В своей серии Кати Флоренская находит параллели между древними символами и повседневными объектами. И последняя выставка, которая меня поразила до глубины души, находится в галерее 11-12. Это проект, посвященный памяти событий первой и второй чеченских войн. Воспоминания очевидцев и участников этих событий были собраны вместе и представлены на заброшенном военном участке в Подмосковье. Что символично, этот объект стал местом для съемки клипа группы «Самое большое, простое число 1999». И во время просмотра экспозиции вы сможете услышать эту песню. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, ходите на эти выставки. И я буду рада, если вы под этим видео напишите, какая вам выставка понравилась больше всего и какую вы хотите посмотреть. До следующего понедельника! Субтитры сделал DimaTorzok